Английский марш «Боже храни короля», французская «Марсельеза», патриотическая песня. На вопрос, что объединяет все эти музыкальные произведения, учащиеся школ города Одинцова теперь ответят правильно. Специально для школьников Одинцовский центр народного творчества и методической работы подготовил уникальную концертную программу. Мы изучаем историю своей страны на протяжении всей своей жизни. Независимо от того, ходим мы в школу, или мы уже в институте, или мы уже взрослые воспитываем своих детей. Исторический процесс и все, что касается истории нашей страны, неразрывно связано с нашей жизнью. Поэтому, наверное, важно уметь ориентироваться и в музыкальном материале, и в историческом ходе событий нашей страны. И наша программа призывает как к музыкальному просвещению, так и к историческому. Окунуться в историю возникновения гимна российского государства, совершить интерактивное путешествие по эпохам, узнать подробности создания государственных музыкальных произведений. Обо всем этом и не только ребятам поведал эстрадно-симфонический оркестр. Славься, 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 Ты Русская, Славься, Ты Русская, Ваша земля! Стоит ли говорить о значимости и важности гимна для страны и народа? Символ государственного единства на протяжении многих лет призывал к величию и патриотизму во всех странах. А в России перемены, будь то реформы или революции, находили свое отражение в гимнах. Увлекательный интерактив, продлившийся чуть больше часа, никого в этот день не оставил равнодушным. Такой великолепный совершенно букет, который нашим ребятам позволил получить не только информационно, но и эмоционально заряд. Очень горжусь своей стороной, очень рада, что у нас такие мероприятия есть, где можно вместе собраться, пообщаться, послушать прекрасный гимн России. Очень интересно было послушать историю гимна, о том, кто писал все эти песни, кто музыку писал. Я узнала очень много интересного, прям на секунду не отвлекалась, мне так понравилось прям все. Замечательно, если бы такая традиция у нас продолжалась и подобные бы мероприятия чаще проводились. Ну а закончилось музыкальное путешествие исполнением современного гимна Российской Федерации. По словам организаторов, у всех желающих еще будет шанс окунуться в музыкально-исторический процесс. Программу в ближайшие месяцы покажут неоднократно. Анна Пряхина, Артем Ломоносов, телекомпания «Динцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова